Идем, там, сравнение доллар-рубль. За последние годы, какое было примерное значение? Ну, например, вот я там помню, что там 2-3 года назад он там стоил 60 рублей, 65 рублей, например, 65 рублей возьмем. И максимальное значение за последнее время было там 85 рублей, например. Что мы из этого имеем? За последние годы цена доллара в рублях двигалась у нас в диапазоне от 65 до 85. Какова вероятность того, что мы завтра проснемся и доллар будет стоить 1000 рублей? Она вообще ничтожно мала. Это было бы какое-то аномальное движение, чтобы цена завтра на доллар стала 1000 рублей. Из этого всего мы вводим, что у цены есть примерное среднее значение. Как мы можем это использовать теперь чисто логически? Можем ли мы логически предположить, что когда цена снова подойдет к 85, мы можем с большой вероятностью предположить, что здесь будет разворот? Да, все правильно. Потому что у нас начнет спрос балансировать предложение. Это слишком большая цена на данный момент. И у нас появится большая вероятность чего? Разворота. И наоборот, когда цена подойдет к 65, мы с вами начнем понимать, что все начнут покупать. И у нас что произойдет? Разворот. Потому что это слишком дешевая цена, появится большой спрос и уже у нас начнется опять же баланс. Соответственно, диапазон движения цены это один из ключевых моментов, который может присутствовать на рынке. И чем больше отклонение от стандартных значений, тем сильнее вероятность чего? Разворота. Это можно использовать. То есть рынок у нас фрактален. То есть мы сейчас привели пример, понятный всем, на моменте за последние годы. Но это можно взять на дневном таймфрейме, на часовом таймфрейме. Цена у нас не ходит сначала вот так вот, потом вот так вот. У цены есть всегда примерный характер движения цены, есть примерный диапазон движения цены. Если там биткоин, например, может ходить до 10% от своего движения, от своей стоимости за день, то, например, евро-доллар не сможет ходить на 10%. Он там ходит на 0,1% от своего движения за день. И это создает на каждой валютной паре, на каждой криптовалюте, на каждом, в общем, графике диапазон. И чем больше отклонение от данных значений, тем, собственно, у нас и больше возможности это использовать с практической пользой.